Девушки отдыхают Именно тогда ребята узнают, что такое медицина-катастроф, радиационно-химическая защита и многое другое. Их профессиональная деятельность не будет ограничиваться только ликвидацией аварий. Они будут работать в управлении МЧС, они будут работать в различных формированиях поиска спасательных отрядов, они будут работать на предприятиях, обеспечивая безопасность. Завтра студенты впервые примут участие в реальных учениях профессиональных спасателей. Правда, пока они будут выступать в роли... ...который валил из окон 8 и 9 этажей недостроенного бетонного монстра. Однако ни о какой чрезвычайке речи не шло. Задымление было плановым и явилось одной из составных частей сценария показательных учений сил главного управления ГОЧС по Калининградской области. Подробности в репортаже нашего корреспондента Дениса Рожнова. По плану учения начались с обнаружения пожара на нескольких этажах административного здания. Причиной пожара условно обозначен взрыв газа. И первыми на место тревоги прибывают пожарные. В течение получаса они справляются с задачей по локализации огня и наступает пора действий службы спасателей. Перед спасателями стоит нелегкая задача – разобрать завалы и транспортировать раненых при помощи веревок вниз. В течение 40 минут задание штаба выполнено на ура. Это наша работа, ее надо делать соответствующим образом. То есть это не важно, учение или это будет реальная обстановка. Все делается практически один в один. Учений подобного масштаба, то есть привлечением специалистов газовой службы водоканала, пожарных и спасателей, не проводилось уже давно. Это просто плановая тренировка в связи с предстоящей комплексной проверкой и центральным аппаратом нашего главного управления. Она имеет прежде всего как бы две цели, два направления. Вы знаете, что вышел указ президента в вопросах совершенствования управления государственной противопожарной службой, в связи с чем она вошла в состав нашего министерства МЧС России. Не случайно для учений выбрали Дом Советов, так как по плану в административном здании после взрыва оказались около 400 человек, что соответствует количеству техники и специалистов, участвующих в инсценированном спасении людей и ликвидации пожара. Это наиболее приемлемый вариант. Видите сами, что где-то высота 8-9 этаж, вот даже лестницы установлены, откуда работают спасатели. Это примерно те здания, которые имеются на территории нашей области. Поэтому мы и выбрали Дом Советов. Данное учение всего лишь генеральная репетиция того, что намерены калининградские службы продемонстрировать комиссии Министерства чрезвычайных ситуаций. А 5 декабря, по словам начальника главного управления по делам ГО и ЧС Калининградской области, перед глазами главы МЧС Сергея Шойгу будет продемонстрирована более масштабная акция с участием всевозможных служб города. Нигде находится 400 сотрудников пострадало от взрыва. В результате требуется целый комплекс мероприятий для ликвидации пожара, разбора завалов, эвакуации людей. Уже 5 декабря сотрудникам поисково-спасательного отряда Калининградской области и пожарным придется участвовать в специальных учениях, где они покажут свое мастерство во время приезда в наш регион комиссии, которая займется проверкой центрального аппарата главного управления ГО и ЧС по Калининградской области. Вышел указ президента в вопросах совершенствования управления Государственной противопожарной службой, в связи с чем она вошла в состав нашего министерства МЧС России. Существует разная нормативная база в действиях пожарных и те законы, которыми руководствуются спасатели нашего министерства. Но тем не менее, чтобы все-таки унифицировать эту работу, чтобы уже подойти к тому решению, которое сейчас прорабатывается в нашем министерстве, создание пожарно-спасательной службы. И могли быть эти действия общими, опять же повторюсь, на основании единой нормативной базы, чтобы спасатели могли работать вместе с пожарными, чтобы это были единые органы управления, чтобы можно было действительно посмотреть, как это будет происходить. Вот и с этой целью проводится эта тренировка. После подведения итогов проверки в Калининград прибудет выездная коллегия МЧС России во главе с министром Сергеем Шойгу. Валерия Радюк, Юрий Твердюк, программа «Семь дней». Отрунь дома советов. Почти сразу на место прибыли несколько пожарных расчетов. Им удалось ликвидировать возгорание меньше, чем за 10 минут. А наша съемочная группа оказалась здесь даже раньше пожарных. О месте и времени происшествия нам было известно заранее. Впервые в Калининграде проводились широкомасштабные учения по ликвидации пожаров высокой сложности. Дом советов – самое высокое здание в Калининградской области. Поэтому оно и стало объектом сегодняшней тренировки пожарных. По легенде учений, на высоте 50 метров загорелся один из этажей. Для полного сходства с событиями, которые могли бы произойти на самом деле, пожарные имитировали пострадавших, требующих немедленной эвакуации. У нас такая работа вся сложная. Не знаешь, что, когда преподнесет эта работа. Будет такая обстановка уже приближена к боевой. Это учения, учениями делаешь быстро. А там уже, когда нужно спасать людей, пожар, там намного быстрее все нужно делать. Пожарный эскорт прибыл ровно через 5 минут после поступления вызова диспетчеру. Операцию производили тремя отделениями. В результате проведенной разведки одной из групп службы установили площадь пожара и количество пострадавших. Загорание на седьмом этаже. Площадь пожара примерно 20 квадратов. Значит, подаем с полу Б. Несмотря на то, что пожар сегодня устраняли на седьмом этаже дома Совета, специально привезенный подъемник позволяет подниматься на высоту, сравнимую аж с высотой 14-этажного дома. Учения для пожарной службы – дело привычное. А пожару на этом объекте присвоили самую высокую степень сложности. Сегодняшние учения показали, что даже пожар такой сложности для наших профессионалов не проблема. Евгений Ревко, Александр Бродский, служба информации, телевидение «Интарь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова